Прием граждан Амурского бассейнового природоохранного прокурора проходил в формате видеоконференции. История села Мордо и Кринского района, к сожалению, похожа на проблемы многих сел Забайкальского края. Красоты, луга, водоемы, леса уничтожаются золотодобытчиками. Конфликт за эту территорию продолжается уже три года. Первичная артель Бальжа просила провести голосование жителей за добровольное разрешение начала разработки недр. Жители проголосовали против. Летом прошлого года жители поставили перед фактом о том, что территория лагерной пади отдана в пользование артели Бальжа. Территория непосредственно лагеря уже находится в разработке, то есть ведутся буровые работы. В нарушении законодательства не снят верхний плодородный слой почвы вместе с кустарником. Он перепахан, уничтожен. Ввиду проведения данных работ уничтожено озеро. Также в опасности находится кислый ключ, то есть минеральный источник. Ссылается непосредственно директор артели на то, что он не дойдет 300 метров до источника. Но так как у нас есть непосредственно специалисты в области геологии, они утверждают то, что источник может залегать на расстоянии до полутора километров по кругу от места выхода источника. Люди против, люди выходят к администрации, говорят свои возражения, но людей никто не слушает. Мы не получили ниоткуда никакого помощи, ответа, как нам быть. Мы против того, чтобы там проводилась разработка недр. Законность предоставления лицензии за 228 миллионов рублей, урон уже нанесенной природе и степень негативного воздействия на расположенный рядом с местом деятельности артели детский лагерь, предстоит проверить природоохранным прокурорам. Пытались обратиться непосредственно в администрацию района, на что глава района сказала, артель поставляет деньги в бюджет. Так что граждане все согласны закону и только такие же отписки, как от администрации губернатора. Поэтому вопрос важный, интересный. У нас вообще в целом сфера недропользования находится по нашим бдительным, как говорится, надзорам. Стараемся рассматривать все обращения, которые поступают, реагировать и принимать меры воздействия к виновным. Сейчас у нас идет, в частности, в суде рассматриваются наши заявления о признании незаконных бездействия. Забайкальское управление Роспрометнадзором, в частности, того, чтобы они на такие случаи не отреагировали. В ряде случаев, в ряде моментов. Соответственно, стараемся заставить, понудить свои функции, выполнять надлежащим образом. По обращению на приеме прокурора будет проведена проверка. Но таких проблемных сел, которым посчастливилось оказаться на пути разработчиков недр, в Забайкальском крае не одно и не два. Где-то получается договориться и мирно, и жить, и работать. Где-то война за родные реки и поля только начинается, а где-то уже и вовсе проиграна. Вячеслав Барнинский, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова